Приветствуем вас, дорогие друзья, в этой праздничной, предновогодней студии. Все свидетельствует о том, что эфир сегодня будет праздничным и, конечно же, ярким, интересным и очень насыщенным. У нас есть и расширенный стол, а значит будет много гостей и шампанское. Да, все будет обязательно. Оставайтесь с нами, не переключайтесь совсем скоро. Сегодня будет много гостей, много эксклюзивной информации, песни... Что там опять со звуком? Кто опять обозрал звук? Кто, что мир с ним не начался? Я не понимаю. Что там такое? Дверь закрыта? Кто это? О, Господи, кто это? Ян, кто это? Какая-то попытка захвата нашей студии. Произошла на нашей... Ян, наверное, твои какие-то знакомые... Это анархисты нашицкие-то пришли, да. These guys are your friends, they fight for freedom, как в Лондоне говорят у Тадеуша. Здравствуйте, друзья. Ребята, с чем пришли и с чем пожаловали на Новый год, так сказать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С Новым годом! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это точно анархисты, это же музыканты! С Новым годом, ребята! Присаживайтесь, у нас кресло сегодня... Для всех спасибо большое, друзья, за этот врыв в наш эфир. Очень интересно, необычно и, впрочем... Как всегда. Как всегда. Кстати, хочу сказать, что этот ритм очень часто можно было слышать и до сих пор слышно на маршах протеста, потому что анархисты задают его, организуют людей, за что мы вам безмерно благодарны, конечно же, вы придаёте белорусской революции особенную, так сказать, перчинку. И надежду. И надежду, не глядя на то, что много ваших товарищей сейчас таится за кратами. Наш друг, Микола Дедок. Микола Дедок, в частности. Как у вас вообще в целом дела сейчас в Беларуси? Ну, для начала хотели бы поприветствовать всех. Между собой в анархистской среде принято называть друг друга товарищами и товарищками. Не как большевистских бюрократов, но как людей, которых объединяют идеи лучшего будущего. И этого достаточно, чтобы стоять друг за друга, проявлять солидарность, помогать в трудную минуту. Именно эта общность позволяет нам выживать уже более 20 лет в этой стране. И сегодня мы можем назвать своими товарищами буквально каждую и каждого из вас. Ведь мы делаем этот протест вместе. Вместе учимся и ошибаемся. Вместе устаем и отдыхаем. Вместе опускаем руки и ощущаем приток энтузиазма от действий друг друга. Свобода, равенство, солидарность. Супер. И живи Беларусь. И живи. Друзья, вот как вы можете оценить тот вклад, который внес белорусский народ? А белорусский народ — это в том числе и анархисты, в том числе и люди, которые находятся сейчас на передовой. Как вы оцениваете уходящий год? Ну, 2020 год был беспрецедентным, это безусловно. И на самом деле, как я уже сказал, конечно же, хотелось бы, чтобы этот 2021 год стал годом без режима. К слову, мы с вами уже коллеги, потому что наш канал, как анархистов, сейчас зачастую режим называют экстремистами. К слову, мы тоже внесены в реестер. Да, вот пытаются представить в такой негативной форме. Я сам испугался, когда вы зашли. Но, тем не менее, как видим... Вы испугали Степу. Первого террориста в Беларуси. Но, как видим, вы обычные нормальные ребята. Хоть и скрываете свои лица, но источаете добро, позитив, радость. И свою надежду. И мы побратим их в некоторой степени, потому что мы тоже экстремисты, террористы. И, ну, единственное, не скрываем только вот свои лица, потому что и так все спалено. Они уже после. Мы открыли лица, а потом они нас назвали террористами. Просто так бы никуда. Мы живем в 21 веке, вот в этом веке терроризма, когда... Это очень модная штука, когда людей, несогласных, обвиняют в терроризме. И любое... Ну, так многие государства это делают. Это очень выгодно, потому что, ну, всегда можно назвать, вот они террористы, и люди будут как бы ненавидеть. Но мы никакие, конечно же, не анатхисты. Срываем лица мы, во-первых, потому что мы опасаемся, как бы, безопасность. Но мы не хотим показывать своих лиц, не хотим выбиваться куда-то там, чтобы потом управлять этим народом. Мы не хотим, мы не стремимся к власти, мы стремимся власть разрушить в том виде, как она существует. То есть мы стремимся создать горизонталь власти, а не вертикаль. Поэтому с вас можно брать примеры. Безусловно, безусловно. Ну, кстати, уже... Очень много уже берут пример, это самоорганизация во дворах, которая происходит. Люди сами организовываются, сами все делают. Без объявления каких-то маршей, что-то выходят, сами делают, рисуют. Конечно, помогают друг другу. Что еще можно привнести в протестное движение? На ваш взгляд, чего не хватает в нашем случае сейчас? Что можно посоветовать? Улучшить. Совет дать, может быть, какой-то. Пару хитростей по защите себя, вот, скрывать лица, одевать маски, пользоваться коронавирусной инфекцией. Кстати, мы в июле памятку анархистов, что тоже взбудоражило пропагандистов. Ой, да, по быту до сих пор показывала. По сцепкам, по тому, как своих не отдавать, руки карателей. Чтобы не отдавать своих и всегда вступаться, защищать, это вообще краеугольный камень какой-то солидарности. На самом деле, многие анархисты просто не пользуются вообще телефонами, и это у нас считается нормой. Да, Микола дедок не пользовался телефоном. Ну, а те, кто пользуются, например, пользуются только, например, для работы, либо еще для чего-то, и, как правило, делаются какие-то левые симки не на свое имя. Шлиф за собой. Много анархистов сейчас в Беларуси в подполье, которые готовы в определенный момент резко выйти и дожать. Но не будем раскрывать всех, наверное, таких информаций, но в принципе сейчас все анархисты в подполье. У нас вообще, на самом деле, очень мало публичных людей, а те, которые были, они сидят. У вас для нас есть видео какое-то подготовленное. Да, товарищи-товарищки из Беларуси подготовили видео, видеообращение, видео поздравления с Новым годом. Предлагаю посмотреть. Давайте посмотрим. В этом году мы восхищались белорусами и белорусскими рядом с нами. Мы убедились, что солидарность – наше главное оружие в борьбе с дикатурой. Нас восхищали люди, которые при разгоне не убегали или возвращались, услышав наши барабаны. Музыканты, присоединившиеся к нашей самбе во время марша. Друзья, кормившие мою собаку, пока я была на сутках. Девушка и парень, которые помогли мне нести баннер. Люди, которые защищали мурал на площади перемен рядом с нами. Парень побежал всю первую маму. Толпа, что его подержала, и прогнала их. Обездуйся! Запротивляйся! Не отдавайся! Семья с собакой, укрывшая меня в своей квартире. Парень, заблокировавший дорогу, пока я писал на асфальте. Люди, которые выходят каждую неделю и повторяют подобные небольшие, но очень важные подвиги. Белорусы и белорусские, которые наконец проснулись и больше никогда не смогут заснуть. С новым! В новой! И по-новому! Обездуйся! Сопротивляйся! Не отдавайся! Очень круто, очень важные слова. Сопротивляться, не сдаваться. Это действительно все, что можно пожелать белорусскому народу сейчас. Красиво сделали, красиво смонтировали, просто супер. Очень талантливые ребята. И спеть, и смонтировать, и снять. И в случае чего защищаться, и обучать, и показывать. Пример остальным протестующим. Ребята, вам слово. На жаль, як усім вядома, зараз каля 10 анархистов знаходятся за кратами. Некоторые прозвищи уже вядомы по справе 2010 года. Для нас вельми уважна солидарность. И в первую чергу солидарность до политзневоленных. Помимо наших товарищей, товарищек, зараз за кратами неимоверная колькасть простых людей, які так само, как мы бачим, поли зневоленные. Собры, не забывайте, пожалуйста, тех, кто оказался за кратами. Зараз вся белорусская сепольность с этим згодна. И поддерживайте, как ласка. Кто там. Мы со своей стороны поддержим, как можем. А можем мы немало. Немало, но мы стараемся. Стараемся и делаем, друзья, для вас. Спасибо огромное ребятам. Спасибо огромное, что пришли. Я понимаю, что для вас это сложно, приходить в медийное пространство. Грубо говоря, менять вообще плоскость сознания, потому что вы всегда в тени. И на улице всегда. А сейчас в помещении и еще перед камерами. Все прекрасно понимаем. Огромное спасибо. Спасибо за перформанс. Спасибо за то, что вы вообще есть. Но пасаран. Спасибо вам за вашу работу. Тоже. Дякую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!